Викутский съезд юристов Республики Саха Органов исполнительной власти, адвокаты, нотариусы, ветераны юстиции и представители учебных заведений У нас из Алёкминского района приехало 7 делегатов Мы уже участвуем второй раз на съезде юристов Участвовали на первом, участвуем на втором И вообще мне очень нравится, очень здорово, что съезд юристов в Республике Саха уже второй раз собирается Это вообще очень здорово, потому что мы юристы каким-то образом обязаны даже объединиться Потому что именно юридическая служба, юридическая работа представляет всё время новое Всё время новые законы, всё время каждый человек должен знать именно юридически быть грамотным И поэтому задача юристов у нас очень большая И самая главная задача юристов, это чтобы наш народ, наших людей сделать юридически грамотными Чтобы человек умел защищать себя, умел защищать своих близких, умел защищать свою работу, умел защищать свою жизнь, своё право Право работать, право любить, право жить, право вообще сделать свое государство настоящим сильным, добрым, правовым государством. Именно в этом наша задача мы видим. Данное мероприятие я посещаю впервые, поэтому ожидаю от своих коллег поделиться своим опытом, извлечь опыт от них. И вообще, в целом, считаю данное мероприятие очень полезно и данные встречи необходимо проводить в целом по республике. Как Вы считаете, какие наиболее актуальные проблемы сегодня существуют, которые требуют особого внимания? Ну, поскольку я являюсь работником пенсионного фонда, считаю, что на сегодняшний день не менее важные вопросы – это социально значимые направления. Дорогие друзья, уважаемые делегаты съезда, я рад Вас приветствовать от имени главы правительства на втором съезде юристов республики Саха-Якутия. Первый съезд юристов состоялся у нас в 2013 году по инициативе главы республики Саха-Якутия Игоря Коновича Борисова. Распоряжением от 25 февраля 2016 года был образован организационный комитет по проведению второго съезда юристов республики. В отличие от первого съезда юристов, на втором съезде предусмотрено проведение восьми дискуссионных площадок, Вы вчера уже встречались, для обсуждения юристами актуальных вопросов в сфере респреденции, что, по нашему мнению, значительно улучшит содержательную часть съезда. Делегаты со всей республики, участники из-за пределов Якутии, собрались вместе для того, чтобы обсудить актуальные вопросы современного состояния юридической науки, ее практического применения, а также поделиться опытом, наработками, наметить пути дальнейшего развития. Согласно плану республиканских мероприятий, 6-7 октября проводится второй съезда юристов республики Саха-Якутия. И, как отметил глава республики Саха-Якутия Егоров Анатольевич Борисов, съезда стал заметным событием в общественно-политической жизни нашей республики. Действительно, вчера прошли 8 площадок, и надо отметить, что активность делегатов была очень высокая. Было практически около 100 выступлений, и посетило до 500 человек. То есть, действительно, активность очень высокая. Сегодня мы, конечно, тоже видим, насколько идет такое оживленное общение между делегатами. И вчера участники дискуссионных площадок получили возможность высказать свои идеи, предложения, соображения, поскольку мы все-таки ожидаем, что в период восстановления, развития гражданского общества в республике Саха-Якутия все-таки юристы были бы более активны и вносили свои различные позитивные идеи и предложения. Значит, на дискуссионных площадках вчера выступили модераторами юристы, которые каждодневно занимаются вопросами правоприменительной практики, законодательного регулирования. И мы надеемся, что предложения, которые поступили, они будут включены в проект резолюции сегодняшнего съезда. Обсуждались такие важные вопросы, как роль юристов в решении социально-экономических проблем, подготовка востребованных конкурентоспособных юристов, повышение правовой культуры населения республики, профессиональной этики юриста, развитие юридического образования в республике Саха-Якутия. Я должен отметить, что у нас в этом году второй съезд юристов республики Саха-Якутия проводится по решению главы республики. И мы в этом году решили его провести в течение двух дней. И вчера у нас прошли заседания восьми дискуссионных площадок, которые обсуждали различные правовые проблемы. Я хотел бы отметить, что наша дискуссионная площадка рассматривала вопросы конституционного просвещения граждан. Я хочу отметить, что в 2014 году, выступая в трибуны съезда юристов России, я говорил о необходимости широкого конституционного просвещения граждан Российской Федерации. И говорил о необходимости того, чтобы основы российского законодательства у нас в обязательном порядке преподавались бы в школах. Только в таком случае мы можем сформировать класс активных граждан, которые будут настоящими патриотами России. В условиях международной изоляции и напряженности, я думаю, что каждый из нас должен быть патриотом. А патриотизм это не просто слова, это в первую очередь следование праву, служение праву. И наш съезд проходит под девизом «От знания прав к служению Родине». Вот почему мы должны говорить о необходимости повышения социальной ответственности юристов. Мы должны действительно стать служителями закона. И только в этом случае авторитет юристов в Республике Саха-Якутия будет повышаться, и мы будем активно участвовать в реализации тех принципов, которыми мы должны следовать до 2022 года для достойной встречи столетия якутской государственности. Это наша общая задача. Было организовано 8 дискуссионных площадок на разные актуальные темы. Сам формат этого мероприятия предполагал живое общение, обсуждение, дискуссию. И поэтому разговор получился открытым и интересным. Необходимо сказать, что тема сегодня обусловлена тем, что право – это живой организм, который должен развиваться вместе со стремительно развивающимся миром. Юристы – это люди всегда сомневающиеся, и поэтому много было дискуссионных вещей, связанных в том числе, например, с существованием суда присяжных, взгляд изнутри, насколько он сегодня, насколько общество готово, насколько готова к этому правовая культура, насколько готовы органы государственной власти к возможностям, которые происходят в интернете, к информационной безопасности, каким образом мы должны сегодня обеспечивать свой статус с точки зрения антикоррупционного поведения, чем это обусловлено. То есть те инновации, которые есть, они, безусловно, связаны с традициями. И наиболее интересным была дискуссия об использовании слов на якутском языке, в русских текстах, юридических документах. И она вызвала такой достаточно живой отклик, и мы говорили об этом, ну и будем говорить это в резолюции их съезда, о том, что это необходимо. Вчера в рамках съезда мы провели дискуссионную площадку как раз с вопросом правотворчества и правоприменения в республике, новые вызовы и перспективы. Рассмотрели в очень живом диалоге, дискуссии с участием муниципальных юристов, юристов частной практики, нотариусов, адвокатов, квалифицированных юристов. И, конечно же, юристов правотворческих органов различного, всех ветвей власти и всех уровней власти этот вопрос и наметили пути совершенствования. И, конечно же, пути лежат через системную работу с федеральным законодательством, внесение соответствующих инициатив на этом уровне. Конечно же, активная творческая, правотворческая деятельность в республике по всем необходимым вопросам для урегулирования общественных отношений на нашей территории, Якутии. И, конечно же, это муниципальное правотворчество. И вот эти три уровня правовых актов мы рассматривали в гармонии, в их единстве, потому что они и влияют друг на друга, и зависят друг от друга. Очень интересные мысли были высказаны по обновлениям уставов муниципальных образований, особенно зависимых от федерального и регионального законодательства. Именно мы нашли правовые механизмы решения этих вопросов. Ну и с точки зрения правоприменения мы поговорили об эффективности права. Об эффективности права с точки зрения правоприменительной деятельности нотариата и адвокатуры. Пришли к выводу, что эффективность зависит от доступности, понятности изложения акта, от его населения, информированности об этих правилах, которые в правовых документах записаны. И, конечно, основная цель нашей площадки и вообще цель нашей профессии – это сделать так, чтобы законы существовали для благограждан, чтобы мы их знали, соблюдали, применяли, и чтобы они те блага, на которые рассчитаны, максимально полно несли в нашу жизнь. По результатам съезда была принята резолюция, в которой рекомендовано изучение Конституции Российской Федерации и Республики Саха в школах, создание в Республике Ассоциации учителей права и общества знания. Министерством образования и профессионального образования, подготовки и расстановки кадров ввести в образовательные программы изучение учебного предмета права в качестве отдельного за счет часов регионального компонента. Якутскому региональному отделению Ассоциаций юристов России совместно с юридическим факультетом СВФУ, Министерством образования, рекомендовано разработать учебно-методические и дидактические материалы. Министерство по развитию институтов гражданского общества выступило с инициативой по переводу Конституции Российской Федерации и Республики Саха на языки коренных малочисленных народов, проживающих на территории Республики. Предполагается разработать проект третьей концепции повышения правовой культуры населения Республики Саха, а также продолжить проведение мероприятий по повышению социальной ответственности юристов. Съезд послужил значительным импульсом для консолидации юридического сообщества Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова